МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пятницу каждый сможет проконсультоваться по пытаниях оформления спадшинных правов, складания завершания, ушлюбных договоров, отчужения нерухомости. Гомель протягивает примать удельника у Международной школы конференции молодых науковцев «Лесная навука. Молодь. Будучение. Промеркованные до года науки». Мероприемство проходит на базе Института лесу Национальной академии наук Беларуси. Яно собрал амаль 150 навуковцев с 50 навуков до следших, адукационных и леса господарших установ Беларуси, России, Украины, Болгары, Латвии и инших краин. От их на конференцию заявлено амаль 100 навуковых докладов. Головная мыта школы конференции – это развитие совести, повышение квалификации молодых навуковцев и их притягнение до обмеркования актуальных навуковых проблем и инновации в ведении лесной господарки. В Гомеле отбылся семинар «Школа бренд-менеджмента». Организатор мероприемства – Белорусский Республиканский Союз молоди. Удельниками стали первоможцы и финалисты конкурсу «Стоиды для Беларуси» – представники бизнес-структур. Выпытные эксперты дали починающим предпринимателям шарах корыстных парад на контрразвитие властной справы. Удельники семинара так само доведались об сучасных пахчемостях рекламы и ее роли в развитии бизнеса. Чарговый крок до Бяспеки. На базе Гандлёва-забавляльного комплекса у Гомеле з'явился имиджевый объект МНС «Центр Бяспеки». Он стал пятым у регионе и первым у областным центры. Гэта новая форма профилактичной работы с неполнолетними. Головная задача – празгульни и конкурсы навучить детей правилам пожарной и особистой Бяспеки. А так само нагадать, чим могут обернуться детячие свободы. С юными гомельчанами будут працавать специалисты и в забавляльной форме доводить до их важную информацию. В первую чергу про погрозу, якую можно нести, неосторожное обыходжение за огнем. Имиджевый объект оснащен спортивным и гульнявым обсталяванием. На завтра в Гомельской области объявлены оранжевые узровень небеспеки. Министерство по надзвычайных ситуациях поперечивает одни с прияльной метеорологичной заяви. Учать веру в регионе, будя горы, чем местами слубок термометра, подымется дать знаки у 36 градусов. Так само чекается мощный ветер. Порывы могут досягать 20 метров за секунду. У такой надвор ежегарам региона варта сильно зачинять дверы и вокны. При высокой температуре нельзя разводить вогнище и спальвать сметки. Так само у спякоту рекомендуется пить больше ваткости и носить головные уборы. Свято для дятей-сирот организовали волонтеры от Рада БРСМ «Открытое сердце» и «Кединича» и «Прыгум Сельмаши». Доброчинную акцию чаровництва на Ивана Купалу подтрымала редакция газеты «Гумельская правда» и одно из приватных предприемств по организации «Вольного часу детей». На Ивана Купалу те купали, звычайно, шукают папараць кветку и пускают парацы вянки. Не дышли от традиций и удельники этой встречи. Дети, захопленные тем, что отбывается вокруг, имкнулись найти чаровную рослину и загадать мару. Дарочи волонтеры от Рада «Открытое сердце» регулярно проводят доброчинные акции в социальных притулках и интернатных установах. Доброчинная акция чаровництва на Ивана Купалу стала протягом широку добрых справ, які ладятся волонтерами от Рада. Сюня у «Гумеля» стартует областная споборництва и сяродзятей и подлетка по футболе скуранными аж. На протягу трех дён пераможцы районных этапов споборництва будут змагаться за право выступать в финале республиканского турнира. Команды представить усе районы в области и города Гумеля. Узрост футболистов 13-14 годов. Дружины размеркованы на две группы – районную и городскую. Матчи областного этапа будут проходить на стадионе Гумельской городской спортивной детячей юнацкой школы Олимпийского резерва номер 8.